Ребят, всем привет, всем здравствуйте. Мне повезло, все уже поели. Добрый, счастливый, и мне теперь можно рассказывать, правда? Никто не торопит тарелками. Пять минут, я помню. За пять минут. Меня зовут Валентина Щеникова, я из города Минеральные Воды, Ставропольский край. Ура! Ребят, на самом деле, хочется сейчас поговорить с вами, ну, рассказать немножко свою историю, маленькую. Вам же интересны методы работы, правильно? Зачем вам история, в общем-то, человека, который пришел в другой компании, который пришел со своей командой, который просто сделал за четыре каталога быстрый старт, который якобы притащил всю свою команду, и который просто отработал, и все. Если бы так было все легко, наверное, все, кто приходил из других команд, тоже бы, наверное, уже бы так росли. Вот я вижу, что меня скачают головами. Я знаю, что многие здесь из других команд, из других проектов, точнее сказать, из других компаний, MLM-компаний. Вот, Ксюха, моя сестра, может, так сказать. Вот, смотрите, все было очень просто, очень легко. Вы приходите, со звания топа, зарплата 35 тысяч там, которая ушла сразу в ноль, вы приходите в новую для себя Тоберлик-компанию. Вы не знаете вообще продукта, отлора совсем, вот просто вообще никак. Вы заказываете на 50 баллов, взвешиваете мыло, ну, потому что вдруг нам набрали, ну, мало ли. Смотрите кремы, составы, ищите сертификаты, лазите все в соцсетях, ищите отзывы. У вас не так было? Нет? Ну, может, только мыло не взвешивали? Нет. Дальше, что вы делаете? Вы берете 20 каталогов, вы составляете список знакомых, это было вот 5 лет назад, и 20 каталогов вы должны раздать за день. И так 30 дней. Ну, легкий же способ. Так же легко выходить, правда? Так же все могут? Нет. Ага, вот и я думала, что нет. Но мне нужны были деньги, поэтому мы так быстро выросли. Мы действительно за 30 дней с нашей командой сделали только 15 процентов. А Антон как-то мне сказал, говорит, ты можешь и больше. У тебя осталось 2 дня на закрытии этого магазина. Мы сразу сделали 19 от страха. Нас иногда только так мотивируют, наверное, попугать. Вот. Мы сделали 19. И когда первый раз я приехала в Москву, приехала одна. А сегодня со мной приехала команда. Я хотела бы, чтобы вы им поаплодировали. Комар, за ротами стоят. Вот они, девочки мои, сидят. Дальний Восток. Бурекина, Светлана. Гумерова, Галина. Дальний Восток. Вдумайтесь. Город Ногодка. Они приехали сюда за сколько тысяч километров. Они не спали уже третий день, ребята. Пожалуйста, поаплодируйте им, чтобы они не стали директорами. Валентина Олонская. Это тот человек, которого вы уже видели. Тот человек, который ведет продуктовые чаты у нас. Пожалуйста, поаплодируйте ей сейчас так, чтобы она стала директором. Пожалуйста, еще громче. И за столом у нас сидят два замечательных человека. У нас есть Юля Игнатьева, которая приезжает третий раз. В звании 6%. Обещает на следующий раз приехать в звании? Директора. Конечно, директора. Молодец. Юля, тебе директора на карте. И у нас клыкана Нателла, которая была подписана в фаберлик в 1999 году. Ага. Она тогда не была. Она закончила свой фаберлик и пришла к нам обратно. Вот сейчас, Нателла, твой звездный час. Дань, пожалуйста, аплодисменты тебе. Когда мы ждем на уровне директора. Представляете, какая команда крутая? Подмосковье, Санкт-Петербург, Петербург, Дальний Восток, город Находка и город Минеральные Воды. Должны были приехать в Сочи. Вы видите, как круто, когда люди выходят с командой. Я сейчас хочу, чтобы встали команды, которые приехали. Тут не один ты приехал, а с командой. Встаньте, пожалуйста. Команда Ольги Дубя, я вижу. Команда. Смотрите, смотрите, сколько приехало с командой. Побежтай, правая сторона. Аплодисменты. На самом деле, представляете, какие вы счастливые, кто приехал с командой. Да? А теперь давайте. Ну, в детьми мы его поняли, да? Простой. Раздали каталоги, собрали каталоги. В соцсети повели, в WhatsApp статус выставили. Услышали Антона. Через два каталога вы директор. Антон, тебе будут звонить. Теперь следующий момент. Нам нужно определить нашу целевую аудиторию. Да? Давайте определимся. Значит, вы поднимаете одну руку, если у нас совпадет с вами что-то. Мы знаем, что на лидера идет такой же лидер. Такой же. Он может прийти чуть-чуть меньше, чем вы. Может прийти чуть-чуть больше. Но, как правило, чуть-чуть похуже, так скажем. Вот. Ну, то есть такой звезды, как вы, сужишь, нету просто. Да, так же ж. А представьте, если бы вам сейчас сказали, из этого зала можете выбрать любого, и вам сейчас его подпишут. Вы бы выбрали? Да. Ага. Или подписки запрещены в нашей структуре, в нашей команде. Помните? Но на самом деле. Итак, вы поднимаете одну руку, если у нас с вами будут одинаковые совпадения. Например, я скажу, я с женщиной. Поднимайте руку, ну вы-то уже женщины. Понятно, да? Вот. Итак, все приготовились. Руки освободили. Молодцы, молодцы. Никто не снимает. Все, поехали. Я из маленького города. Ладно, почти все совпало уже. Так, держим, держим. Вдруг второй раз. Меня зовут Валентина. Так. Нет, вы продолжаете держать. У нас должно быть... Вот у вас первое совпадение, ну как вы считаете первое совпадение, второе, я знаю, да? То есть сколько у вас там совпадений будет? Да, пока одно. Молодец. Смотри, какая. Светой человек. Итак, дальше. Меня зовут Валентина. У вас еще должно быть два совпадения с кем-то. Третий. Я... Ой, замерли так. Классно, да? Да. Вообще. Ой, я лид-консультант. Сколько раз можно поспать? Значит, мы умеем с вами делать баллы. Заметили, да? Так, капитан новичок еще приходит. Как правило, что он говорит? Что еще у новичка? Ну вот какого человека вы еще хотите? Я ответственная. Кто есть такой? А что, не все поднимаете руки? Аня Кононова, Кононов, записывайте, пожалуйста, безответственные тут люди есть. Я сейчас подниму. Я сейчас подниму. Я сейчас подниму бумажку. Ответственные. И еще давайте поднимем. Я нифига не понимаю. Нет, вот, ну, нет, нифига. Я точно не понимаю. Я не понимаю. Но у нас у каждого, у каждого есть телефоны. С выходом в интернет. Поднимите руки, у кого они есть. С выходом в интернет, не кнопочные. Смотрите. Сколько у вас совпадений? Одно, два, три, четыре, пять. У кого пять? Станьте, пожалуйста. У кого пять? Это Вали. Поняли, почему у них с вами? Потому что их зовут Валя. Станьте. Спасибо, Валечке, моей тезке. Пять минут слабы для них. Теперь смотрите. А теперь смотрите. У кого четыре? Станьте, пожалуйста. Четыре совпадения. Девчонки, ну, почти мои родственники. Пес-толпочки, гляньте. Вот. Ира. Ксюха. Ну, все. Это же совпадения. Аплодисменты моим тезкам всем. У кого три совпадения? Три. Три. Вас должно быть тоже так. Я вот чувствую, что кто-то лентяй не встает. Так. Я заметила отсюда от тебя, Юля. Прекрасно. У кого два совпадения? Два. Только два. Так. Хорошо. И одно совпадение. Просто одно. У него просто есть телефон. Просто одно совпадение. Никого нет, да? Так. И теперь у меня тогда вопрос. Смотрите. Встали люди. У кого какие-то совпадения были, да? То есть мы увидели. Мы выбрали сейчас женщину, которая живет в маленьком городе. У нее есть телефон. Она умеет немножко продавать. Она ответственная. Ну, достаточно. Хороший человек. Это я. Понимаете? Вы сейчас наполовину такие же, как... Ну, хуже, понятно. Я же не говорю, что вы можете быть лучше, да? Хуже, ясно. Вот у кого пять совпадений, те вообще молодцы были? С именем Валя. Я, на самом деле, шучу, ребят. Смотрите, у нас с вами совпало практически... Ну, несколько вещей, да? Если тут еще были люди, которые могли бы вставать, когда я спрашивала, ну, честно вставать. И вставали же нечестно. Вот. Мы бы с вами совпали на все 100%. То есть в этом. На 100 человек. В этом зале есть хотя бы один человек, который совпадает с вами хотя бы по одному параметру. Хотя бы по одному. Ну, ладно, телефон. Хотя бы по двум. Ладно, по имени. Валей, подписывайте, короче. На самом деле, у вас есть параметры, и у вас люди совпадают. Из 100 человек вы можете взять этого человека к себе. Это ваш ключевой партнер. Из любого ключевого можно сделать директора. Если он совпал по нескольким параметрам. Для вас очень важно. Ну, для меня это просто вот как бы шуточные вопросы были. А для вас это другие параметры. Это ответственность. Это тайминг уже показывает. Да, это ответственность. Это скурпулезность, может быть. Это может быть активность. Правильно? А теперь, вот хороший пример подают нам ребята. Я ни разу еще не видела здесь тост. Давайте сделаем. Давайте сейчас каждый стол выпьет или крикнет нам. Ура! Что-нибудь такое, да? Помните как? Вопрос в онлайн. Вопрос в онлайн. Давайте. Приготовились. Каждый стол. Мы с Ксюшей слушаем, какой стол самый громкий. Да? И потом тебя будем выгонять, да? Ну, кто напился уже? А, хорошо. Итак, три, четыре. Активируем! Итак, победители. Раз стол, два стол, три стол. У вас скоро будут новые звания. Вы представляете? К этому мы немножко причастны. Спасибо всем огромное. И скоро будут конкурсы, обязательно участвуйте. Спасибо вам всем за внимание. Конора, вам огромное спасибо за такое мероприятие. Всем директорам и всем сопричастным к этому мероприятию. И спасибо моей команде. Ребят, спасибо без вас. Меня бы не так.